Оу! Сделано в Редбарн. Всем привет, меня зовут Арсений Ростов. А меня Юля Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся». Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями. Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают. Спонсор сезона – торговая марка автохимии и автокосметики «Элтранс». Друзья, всем привет! Привет, Юля! Привет, привет! Ох, как я рад! Прохладно, прохладно, классно, замечательно. Я ехал сегодня в прохладности, а не в жаре. И это было великолепно. А у меня такая история. Ты знаешь, да, я сейчас в хурме не езжу по городу, потому что я отвыкла от пробок и не могу сильно к ним сразу резко привыкнуть. И я на общественном транспорте вляпалась в историю, когда утром сломались наш, естественно, трамвай, в котором я ехала. Такой все, не трамвай. Да, там все встали трамваи. И прекрасная тетенька-кондуктор говорит, дорогие друзья, выходим, спасибо, покатались. Вот ваши билетики сохраняются, типа, в другом трамвайчике. Думаю, в каком другом трамвайчике? Вы собрали за собой хвост из 50 тысяч трамвайчиков, и пока вы не двинетесь, никто не двинется. Или в троллейбусе добавляет она. Такого уже поинтереснее. Вы можете, конечно же, этим билетиком воспользоваться. Ну, что ты думаешь, мы заходим в троллейбус, а там тетя в классической русской подаче своим оралом рассказала нам, что вот эти ваши билетики из вот того сломанного трамвая, вы идите, знаете, куда. Мупка-то-то. Массы начали возмущаться потихоньку. Знаешь, ну, как всегда, ну, понятно. Думаю, что мы такие все терпилы-то? И все, потом мы как-то восстали и сказали, да что вы себе позволяете, и вот это вот все. На что она поняла, что нас больше, и сказала, вы будете сами с контролерами разбираться. В общем, это все к теме нашей сегодняшней, насколько наши дороги стали безопаснее. Ну, общественный транспорт тоже уходит по дорогам. Конечно. И мы сегодня с Арсением будем раскрывать историю не только о том, каким должно быть покрытие, но и все сопутствующие здесь, да. И вот можно понервничать в троллейбусе, например. На самом деле на дороге есть столько мест, где можно понервничать, что как будто бы можно туда вообще не выезжать, если так задумываться, да. Потому что когда я, помню, был кандидатом в водители, как это правильно оказывается и называется, когда ты учишься в автошколе, на первом же занятии нам преподавательница наша, вообще просто прекрасная женщина, говорит, слушайте, ребята, я теорию знаю прекрасно, но я, ну, у меня стаж 20 лет, но я не вожу уже 10 лет. Мне страшно. Я говорю, знаете об этом. На дороге будьте готовы, что вы, может быть, не доедете домой. И у вас таких сегодня в стране будет какое-то количество людей. Спойлер, оно уменьшается с каждым годом, но об этом поговорим попозже. Да, да. Я смотрю на свою преподавательницу, говорю, ну, и просто у меня мысли такие, так, я пришел в автошколу, и меня учит человек, который не вводит теории. Я такой, ну, допустим. Там препод, она прям вообще супер гуру, она там какие-то такие моменты рассказывает. Сомнительно, но окей. Ноль процентов понимания, сто процентов осуждения. Сейчас с тобой все мемы современные интернетовские соберем, да. Если вы слушаете нас, у вас на дворе 27-й год, ну, простите, мы писали в 24-м. В общем, сегодня с Юлей хотим поговорить именно про безопасность дорог, и я тебе скажу, я был раньше скептиком, то есть я был тем человеком, который говорил, что вот, у нас есть там три проблемы, да, дураки дороги, еще раз дороги в стране, у нас там есть куча почему-то ямок каких-то, да, ну, что это за покрытие, как может быть и так далее, а потом я оглянулся на свой водительский опыт, который с 2010 года, и подумал, так, погоди, ну вот, я вот помню, как я ездил раньше на море, по каким дорогам. Сейчас я еду и такой думаю, так, ну, как будто бы. И, ну, мне несколько лет назад эта мысль в голову пришла, я стал немножко разбираться и понял, что, ну, оказывается, не все так плохо. Да, но можно я закончу мысль с троллейбосовым? Быстренько. Ты поймешь, куда я веду, в какую сторону, потому что есть еще одна Д, которая мне очень нравится, но мы почему-то ей не пользуемся, а это важная такая, знаешь, психологическая составляющая всего происходящего на дорогах, вообще мировых, да, так скажем, это доброжелательность, потому что вот эта же история, о которой я тебе рассказала, которая возникла буквально несколько часов назад со мной, она абсолютно, абсолютно невозможна в трамвае Белграда, потому что там нет кондукторов, там никто не продает тебе в трамвайчике или в другом общественном транспорте, билетике, ты должен заботиться, понять вообще всю эту, а там хитрая схема реально, можно или карту купить в моем киоске, или со своего провайдера, интернет, мобильного, мобильного, да, мобильного провайдера, оплачивать прямо, смс-ку отправляешь там, куда нужно, везде показано, написано вот такими буквами, цифрами большими, уже надо быть дебилом, чтобы этого не понять, и там прикол в том, что ты покупаешь единый билет на определенное количество времени, вот я там взяла на Азону билетик, и полтора часа могу гонять вообще, переходить из трамвая в трамвай, из троллейбуса, автобус, куда хочу вообще, но вот если бы вот такая произошла поломка там, и нас бы попросили, и мы бы пересели, даже если бы билеты покупались, как у нас в России, я вот про эту схему, ни один бы контролер не позволил бы себе то, что позволила вот сегодня прекрасная женщина в троллейбусе, в российском, потому что они настолько лояльны, настолько доброжелательны, они входят в положение, они пытаются разобраться вообще, что произошло, они там, ну вот, без малого тебя вот в макушечку не целуют, со мной случались казусы в общественном транспорте в Сербии, и это все было настолько спокойно, с улыбкой, типа лапуська, в этот момент хотелось расплакаться отчасти, обняться, потому что сказать, спасибо, ребят. Ну, мне кажется, что это все-таки не совсем системная история, потому что я натыкался на абсолютно нормальных кондукторов, конечно же, такие же, как сегодня ты рассказала, тоже были, но, допустим, я вспоминаю транспортную систему других городов у нас, ну, ты в Москве в метро заходишь, ты что, елки-палки, там тебе, пожалуйста, если вдруг кому-то плохо стало, там тут же бригада прибежала. Ну, безусловно, конечно, ты прав, я не пытаюсь сейчас гнать на работников общественного транспорта России, нет, бывают прекрасные люди, бывают почти прекрасные люди, я хочу, чтобы ты поймал мою мысль о том, что агрессия, и скрытая агрессия, она ни к чему хорошему в любом случае на дорогах наших не приведет, неважно, пешеход ты, водитель ты, кондуктор трамвая, водитель еще какого-нибудь сложного механизма, но все должно все-таки исходить из каких-то положительных эмоций, я понимаю, что случиться может всякое, но нужно вот найти в себе эти силы, чтобы быть доброжелательными. Тут я с тобой согласен, потому что если ты выезжаешь на дорогу общего пользования спокойный, уравновешенный, доброжелательный, не нарушаешь скоростной режим, не играешь в шашки, ты кратно уменьшаешь свои шансы попасть в какое-то вшаталити. Да. Если же ты такой с утра злой, дерзкий, не выспавшийся, там, пьешь кофе во время, ешь доширак, там, еще что-то, отвечаешь там на 50 тысяч сообщений в телефоне, тут же пытаешься расчесать собаку, или там ногти накрасить, или что-то еще, естественно, вероятность того, что ты куда-то там, в кого-то или где-то, кратно повышается. Но самое-то интересное, что если мы берем доброжелательность, мы же можем быть вообще такие белые и пушистые, я на самом деле уверен, что все, кто нас сейчас слушает, супер белые и пушистые, да, и вот ты тоже, который вчера превысил, я знаю, что ты превысил, но не делай так больше. Так вот, история в том, что вокруг нас не всегда все такие белые, пушистые, доброжелательные, и даже если что-то вот, ну вот знаешь, вот в этой серии вот обочечники едут, да, вот он едет и едет, то, что ты выезжаешь на обочину и пытаешься доказать что-то человеку, ничего все он не докажет. Но вы-то можете вшататься, вы можете там подраться, вы можете поругаться, а когда ты едешь отдыхать с семьей, зачем тебе это надо? Ну он уехал и уехал. Ну с другой стороны, понимаешь, обочечники это какая-то абсолютно для меня нелогичная ситуация, потому что если бы мы все ровным строем стояли в этих пробках на море без обочечников, то дело шло бы быстрее, согласись. И для меня до сих пор большим вопросом остается вот эта история, что почему до сих пор ничего не придумали с этим? Придумали. Где? В горячем ключе придумали. Что сделали? Мы наблюдаем уже это много раз, когда ездим. Мы же часто ездим, через эту трассу, и там же ж макестраль трехполосная, по всем правилам, да, у тебя 110 верхний порог скоростного режима, и потом это все переходит в мост, сужение в две полосы, а потом в одну, ограничение 50, и светофор на пешеходный переход, потому что там же дистанция. Соответственно, в сезон пробка там лютейшая, лютейшая пробка. Сначала там на обочине поставили стоперы, ну вот эти бетонные. Потом там теперь всегда, когда ты едешь, ну очень часто, по крайней мере, все те разы, что мы ездили, и вот мы завтра, спойлер, тоже поедем, посмотрю, есть ли там это или нет. Стоит экипаж ДПС, два, иногда три, и висит дрон, и они просто с дрона снимают всех обочечников, потом вот так вот, ну ты, там есть один участочек, где можно после моста как-то по обочине там километра проехать. И чаще всего, вот где эта обочина заканчивается, стоит несколько экипажей, и вереница грустных водителей, которые, ну, нарушил. Ура! Ну вот, честно, это хорошая новость. Простите, мое злорадство, быть может, отчасти в этом случае, но, правда, это уже не смешно. Я понимаю, что, может быть, что-то может случиться, да? Да. Человек, ну, как-то он себе объясняет тем, что он выезжает на обочину, но это должно быть в каких-то экстра, прям, ненормальных случаях с тем, что он открыл все окна, орет, ребята, у меня тут ситуация какая-то прям действительно очень-очень серьезная. Все остальные случаи нет. Простите, извините, дроны, ДПС, эти бетонные штуки прекрасно, супер. Но вот надо, чтобы теперь это было повсеместно просто. Ну, у нас страна большая, обочин много, не напасешься, к сожалению. Полтора миллиона километров дорог в нашей стране. Если же мы переходим к моим любимым цифрам, я изучала все это накануне, готовилась к сегодняшнему эпизоду и понимаю, что действительно, нам есть над чем работать. Очень много дорог еще в плохом состоянии. Но и очень много дорог, давай, раз уж мы про безопасность сегодня говорим, да, у нас есть вот эта нашумевшая программа, о которой все слышали, да, программа безопасной, качественной дороги. Ну, я очень много хихоньек и хахоньек слышал от своих знакомых, что вот опять там, перестелили где-то асфальт, еще что-нибудь куда-нибудь, а вот там не сделали. Но, если брать фит-фет трассы, да, вот, помнишь раньше федеральную трассу Краснодар-Джубга? Ну, это же что-то вообще было, что-то с чем-то. Или Новороссийск. Ну, на Новороссийск ты едешь там постоянно, просто сделали дорогу, две недели спустя, большие грузы, всю ее разбили. Сейчас что? Сейчас по-прежнему ездят большие грузы, там еще намного больше поток, но была зима, был гололед, трассу разбили, две недели прошло, перестелили весь участок от Крымска до Верхней Баканки. Просто вот за две недели, вот моментально. В общем, по цифре, на самом деле статистика раньше была, ну, прям не очень, я смотрел, что, по-моему, в 2000 или 2001 году у нас на дорогах общего пользования не доехало до дома 30 тысяч человек. Примерно. Вот за год, за 2000 год. Примерно в 2020 году на тех же самых дорогах общего пользования до дома не доехало 15 тысяч человек. И неискушенный слушатель или человек, который смотрит статистику, может подумать, что у нас вот этот вот шанс не доехать снизился всего лишь в два раза. Но нет. В четыре. Потому что в 2000 году у нас было примерно 30 миллионов машин, а в 2020-м 60. Соответственно, автопарк увеличивается вдвое, шанс не доехать снижается вдвое, то на то умножаем, получаем примерно четыре раза. Это, я считаю, в масштабах. Очень круто. Что на это повлияло? Во-первых, понятное дело, что машины сами по себе стали безопаснее. Да, и если раньше ты условно на какой-нибудь базовой, самой дешевой машине въезжаешь в столб на скорости 40 километров в час, шанс поломать себе что-нибудь был кратно выше, чем сейчас на той же самой, да даже на той же самой гранте, где подушки есть. Только там, где подушки, да? Отбойники те же самые. Вот, ну, я не знаю, я вот ехал в КБР по трассе. Просто ты вот едешь по трассе, которая идет на Махачкову, ты потом сворачиваешь в Ставропольском крае. Там просто нереальное количество километров с двойным отбойником. Просто шарашишь, у тебя слева отбойник, у тебя справа две полосы, обочина, естественно, нормальная, человеческая. Каждый разворот, поворот у тебя 70, где вот эти развороты, повороты, там еще плюс две полосы, огромные просматриваемые перекрестки с освещением, со всеми делами. В Адыгее, в Адыгее, если ехать через Майкоп, там есть трассы по полям с закрытыми поворотами. Слушай, там взлетно-посадочные полосы чуть ли не сделали. Там на повороте каждая полоса подсвечивается, вся разметка мигает, поворотнички, вот эти вот тоже знаки, мигают в темноте. У тебя там куча предупредительных знаков, вот эти мигалки, которые имитируют стоящую полицейскую машину, знаки там 90, 70, 50, и это на каждом закрытом повороте. Я такой, ну, прям, ну, прям. Тут надо тоже понимать. Да вот мы едем, допустим, по трассе. Ты едешь, как бы по прямой дороге, ну, у тебя там одна полоса туда, другая полоса обратно, ты едешь по лесочку, все как бы красиво, и тут знак 40. Ты такая, ну, подождите, я еду ровно, впрямо. Зачем мне этот знак 40? Перепутали что-то? А там потом поворот на 90 градусов. Надо понимать, да, все не просто так, ребят. Вообще все не просто так. Если там написано 40, ну, там это написано не просто так. Да. Если написано рекомендует, это синенький квадратик, да, и написано 40, там, это значит рекомендованная скорость движения, там, возможно, есть табличка, там, при гололёде, там, бла-бла-бла-бла-бла, но тоже не просто так это написано, да? Я вот, допустим, у меня есть всегда удивление, когда мы приезжаем в Сочи, там есть в туннеле, огромное количество, на въезде особенно, и всегда там есть цифровые знаки регуляции и контроля скоростного режима, и навигатор всегда говорит, дядь, 90, 90, 80, пожалуйста, вот. Но ты въезжаешь в туннель, там написано знак 60, 50, 70, они постоянно меняются. И я смотрю на людей, вот я как бы держу скоростной режим, а весь поток просто по левой полосе мимо меня, и я такой, ну, а что мне делать? Я не могу держать скорость, которая написана мне вот на знаки, потому что я еду меньше скорости потока, это небезопасно для меня в первую очередь. Ну, то есть, если поток весь едет 90, а написано 60, ну, извините, буду ехать 90, потому что не больше, не меньше. Да, ну, ситуация сложная, ситуация сложная, я с тобой соглашусь. Послушай, ты говоришь, не знаю, может быть, нам локально повезло, я буду ложкой дегтя в сегодняшнем эпизоде, я это уже поняла. Почему нам локально повезло? Потому что реально, ну, ты тоже мотаешься по России немало, но в Краснодарском крае все очень даже, да, со всеми составляющими. Вообще в UFO хорошо. В дороге, да, да, ты прав, дороги, камеры, знаки, освещение, удобство передвижения, когда, знаешь, какие большие жалобы, я вот вычитала, много новостей читала, наши коллеги по вождению жалуются по всей России, что, допустим, вы классно, красавчики, молодцы, построили столько скоростных и платных трасс, да, но вы не дотумкались, что там даже отдохнуть негде, то есть нет достаточного количества АЗС, нет достаточного количества площадок, где ты просто там можешь тупо остановиться даже, или там перекусить что-то, или вот что-то вот такое, если ты далеко фигачишь, вот представь, и ты по этой платной дороге такой, а где? А нет. Это проблема большая. Но эта проблема решается, это проблема просто времени, потому что... Да, конечно, нужно набраться терпения. Когда Тавриду построили, вот мы поехали один раз, просто вот ее только-только сделали, еще даже не доделали, мы просто въезжаем, и нам проверяющие, собственно, на КПП говорят, так, ребята, у вас бензин там че-куда, смотрите, сейчас заправка, а потом 250 километров, ничего еще нет, вот просто вы едете по степи, по полям, и вынеси нейтранты. По полям, по полям. Окей. Два года спустя, через каждые 30 километров по огромной станции стоит где-то такое. Окей. То же самое вот с новым платником Москва-Питер. Вот я, видимо, не достала свежих новостей, я тебе хотела только что сказать, а Москва-Питер, одна из главнейших, как бы, трасс страны, да? Ну, давайте будем откровенно. Да, и там тоже очень много жалоб, что трасса плохо местами освещена, что там тоже не хватает вот таких всяких штук. Но, видимо, ты знаешь больше меня в данном направлении, и там работа тоже ведется. Ну, новость хорошая в том, что ты абсолютно прав, что-то делается. Это не так, что все все бросили и опустили руки. Нет. Работа ведется, и это круто. Ну, и ты знаешь, единственный такой момент Москва-Питер платника в том, что бесплатник и все тур истории, и мелкие бизнесы, а-ля там какие-то, не знаю, гостишки маленькие, там заправочки, какие-то наезженные до этого места просто закрываются, потому что, ну, вот, особенно тогда, после ковида, когда турпоток очень сильно упал, у меня знакомые как раз ездили в экспедицию в Карелию, и рассказывали, что, ну, просто мы едем, там, того нет уже, того нет, то закрылось, то стоит уже. Хотя вот там еще два года назад ездили, там все кипело жизнью, но, опять же, это было четыре года назад, сейчас, скорее всего, все уже сильно поменялось. Семья – это больше, чем кровь. Это люди, которые заслужили ваше доверие и преданность. Это когда вы держитесь вместе, даже когда мир пытается тебя оторвать от них. Семья – это все и заслуживает самого лучшего, а лучшее – это автохимия L-Trans. Часто для водителей автомобиль не просто средство передвижения, а еще один член семьи. Поэтому он требует такого же внимания и заботы к каждой детали, в том числе и под капотом. У L-Trans есть широкая линейка средств для присадки и подкапотного пространства. Их очистители, герметики и промывки помогут сделать уход за машиной комфортным и продлят срок службы каждой детали. Торговая марка L-Trans была создана в 1997 году грубой энтузиастов, увлеченных идеей создания демократичных по цене и не уступающих по качеству импортным аналогам средств для заботы об автомобилях. Сейчас это крупнейший в России производитель автохимии и автокосметики. Основной принцип работы компании сохранила. Они делают высокоэффективные средства, которые доступны каждому водителю. L-Trans – это не просто продукция, это забота о вашем автомобиле. Она готова сопровождать вас в каждом путешествии, обеспечивая автомобиль надежными и эффективными средствами ухода. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о средствах по уходу с автомобилем. Если мы говорим не только про сами дороги, то есть дороги – это хорошо. Физически, само вот эти все отбойники, покрытие, новые составы, потому что я вот помню, мне как-то, ну, очень давно, еще, наверное, лет 10 назад я общался со знакомым, у которого кто-то из родственников в автоторе работал, и он говорит, что у нас местами еще кладут советский ГОСТ. А советский ГОСТ – это 4 сантиметра асфальтового покрытия, ну, финализированного, который рассчитан на машины весом не более 25 тонн. Ты где-нибудь у нас видела фуру, которая весит 25 тонн? С загрузом. Ну, камон. Ну, о чем мы? Естественно, эти ГОСТы нужно было переделать, нужно было технологии, да. Вот есть очень прикольный момент, пример из Германии, да, я не знаю, насколько это правда, по крайней мере, я от многих слышал, что если там фирма-подрядчик кладет хайвей, и его сдают, когда этот хайвей, его сдают только после первого дождя. Если на участке в 10 километров будет хоть одна лужа, весь участок нужно будет перестелить. Ну, вот это, или там километр. То есть, если есть лужа, ты перестилаешь километр. Не ремонтируешь локально, ты прям весь участок перестилаешь. Это я слышал. Но, как бы, там протяженность просто, ну, не такая. Я хорошие дороги видел иногда в таких местах, в которых я досидел и думал, да как? Ну, вот в той же Шри-Ланке, лет 10 назад, когда я был, там дорог мало, они все хорошо заасфальтированные, да, ну, такие, ну, именно такие, которые туристические. А там потом ты съезжаешь, и там все, там вот эта глина вот эта чертовая, которая красная, и через весь остров хайвей. Просто на мостах ты такой, ничего себе. А потом ты просто смотришь, что это там 200 километров всего суммарно, полуострова. А, ну, тогда вопросов нет. Про что я хотел рассказать? Про ПДД. На же ПДД тоже регулируется, регламентируется. Вот смотри, появились у нас некоторое количество лет назад средства индивидуальной мобильности. С моноколеса, с самокаты, вот эта вся история. Ну, и все же взвыли. Ну, вот буквально. Все такие, о, удобно, а потом все такие, о, не-не-не. Статистика страшная. Да. В Москве запрещают, там, туда, в ПДД ограничения ввели, приравняли те, на таких-то нельзя, на таких-то можно и так далее. То есть, как только появляется какая-то проблема, с учетом масштаба страны, с учетом всяких каких-то историй, да, и ведомств, ну, реагируют, все-таки реагируют. Всякие истории, связанные с техническим регламентом. Ну, вот ты помнишь раньше, да, вот, ну, ты выезжаешь на тачке, ну, тебя ГИБДДшник останавливает, говорит, у тебя там что-то, это, из тормозов дым идет, свет не работает. Ну, у меня реально была история, меня остановили гаишники, потому что у меня в машине сдохла электрика, и у меня работала только одна лампочка, которая в салоне говорит о том, что свет работает, понимаешь? Ну, то есть, а все остальное не работало. Он мне досмотрит, говорит, ну, типа, почти не едь. А мы ночью как бы едем, ночью в Краснодаре. Ну, просто я еду, у меня машина побесточилась сегодня, чисто машина едет, и ни одного света. Потом такой, ну, езжай. Сейчас какой езжай? Ты шо? Сейчас тебя остановят, чек горит. Давай-давай-давай-давай. Либо на стоянку, либо езжай чинить. Поменялось большое количество регламентов по допуску автомобилей, техосмотры, ну, то есть, техническое состояние автомобиля, это же тоже твоя безопасность. Тут вопросов вообще ноль. Вопросов ноль. И я вот проходил техосмотр, когда у меня машина в стоковом, заводском состоянии была, которую я покупал два года назад. Если раньше, ну, честно, друзья, как мы раньше проходили техосмотр? Говорит, приехал, прошел, уехал. Ну, как сказать, прошел. Бумажку получил и уехал. Тут сейчас такAnders работает уже. Я приезжаю, мне говорят, так, вот тебе вот туда, там-то, там-то. Я говорю, а можно как-то? Они такие, нет. Я такой, ну, а как-то они такие, вот туда езжай. И там вот как-то. Я такой, как-то? Они говорят, ну, пройдешь. Я такой, как? Ну, машину привезешь и пройдешь. Я такой, а, ну, только так. Только так. Я такой, ничего, я себя два года не регистрировал. Окей, хорошо. Приезжаю. На меня чайчик смотрит такой, говорит, так, ну, тут окей, тут окей, тут окей. У тебя туманки неродные стоят. Я такой, как неродные? Говорит, ну, неродные, там просто дыхвошки. Ну, у меня спереди на бампере прилеплены вот эти светодиодные реснички. Он такой, надо снять. Я такой, ну, в смысле снять? Говорит, ну, у тебя машина не пойдет в техосмотр. Ну, это не заводской свет, дядь. Я такой, а можно я его изолентой залеплю? Он такой, нет, снимай. Ну, я, ну, ладно, вышелкнул просто их. Все, крепление убрал. Вот, пожалуйста. Даже к такому можно было. А ну, это, с одной стороны, хорошо, но как бы иногда, конечно, случаются странные ситуации. Слушай, ну, мне здесь на глаза попался вот такой талмуд. 126 страниц отчета о том, что у нас вообще происходит. Там очень страшные цифры и не очень прикольная абсолютно информация, потому что отчет этот, естественно, от наших доблестных инспекторов ГАИ. И получается, по этому отчету, он за 22-й год, за 23-й я не нашла, но за 22-й нашла, что мы еще, Арсений, очень далеки. Цели, которую поставило наше государство, добиться нулевой смертности на дорогах. Вот прям вообще. Потому что в 2021 году, простите мне сейчас эту страшную статистику, но мы должны ее все осознать. В стране было зарегистрировано 133 тысячи дорожно-транспортных происшествий, и в них погибли почти 15 тысяч человек. И получили всякие травмы и ранения почти 170 тысяч человек. Таким образом, уровень социального риска, это количество погибших в авариях на 100 тысяч жителей, у нас пока очень высок. Это 10,2 человека на 100 тысяч. И планируется, что к концу десятилетия он опустится до 4-х человек на 100 тысяч населения. Но это тоже много, это большая цифра. А это только к концу десятилетия мы только вот этих вот 4-х человек достигнем. Страшно, ребят, страшно. Но с другой стороны, если сравнивать в среднем по больнице с теми же странами, где такая же интенсивная плотность вождения, да, у нас же, как у нас же, ну, страна контрастов. Ты заезжаешь в Краснодар, у тебя 50 тысяч машин на одну квадратную, блин, милю, черт возьми, да. Ты просто, мне кажется, у меня есть реально люди, которые живут в пригороде, приезжают в Краснодар, ставят тачку на перехватывающую, едут на общаке, потому что сказали, ну, я не поеду. Да, у меня тоже очень много таких знакомых, да. Ну, мне такого не надо, зачем мне надо? Думаю, я тебе рассказывал, да, как мы 4 часа ехали, да, с Восточки до этого, до немецкой деревни. Ну, 4 часа, 4 часа по городу, понимаешь, да? И как бы это не какой-то праздник был, ну, просто жесть какая-то. Даже дождя не было. Ладно, я к чему это все веду? Ты живет в Краснодаре, сейчас тоже будут со мной хихикать и все понимать, о чем Арсений говорит. Если мы берем вот эти вот регуляционные истории, вот есть одна вещь, я не понимаю, почему ее до сих пор нет. Ну, мне кажется, что сейчас надо бросить большое количество усилий, чтобы это появилось. Что? Краш-тест. Краш-тест государственный, именно отечественный, под наши реалии. Смотри, у нас в Европе есть Евро-НКП, ну, Евро-НСКП, да, который. У нас в Америке есть вообще два регулирующих органа. Это страховой институт и, собственно, Министерство безопасности на транспорте. По-моему, это IHS и NHTCA, что-то такое. Короче, они друг друга там вот это вот все дело. Они, собственно, придумали вот этот краш-тест самый злой с 25% прикрытием и так далее. Есть и Latin-НКП, есть и China-НКП и так далее. Да, мы как-то обсуждали с тобой. Нету Russia-НКПа. Нету. Что это значит? Еще раз проговорим. Смотрится, допустим, статистика самых жестких ДТП по Америке. Там это боковые столкновения просто на перекрестках, потому что там куча перекрестков. В Европе самые частые столкновения, где чаще всего страдают люди, это выезды навстречку на узких дорогах, потому что там много узких дорог, где можно вылететь навстречку. В Китае там свои какие-то истории, в Latin-НКП свои какие-то истории. И когда мы покупаем автомобиль, который привезли в Россию официально, либо собрали в России официально, либо придумали, у нас нет своего краш-теста. Но столько авторевьюшники бьют. Но авторевьюшники бьют только либо 64% перекрытия, либо что-то еще. Вообще очень малое количество машин, потому что они своими силами, просто силами редакции это делают. Там, я помню, единственный раз они били полик, по-моему, в 20-м году или в 21-м с фронтальным, то есть с перекрестным ударом, суперзлым, то есть там суммарная скорость была удара под сотку, двойная, обоюдная. И как бы машина выдержала. Это сильнее, чем, сильно сильнее, на что машина была раньше рассчитана по 40% перекрытию на 64 км в час. Поэтому, чтобы еще стало все безопаснее, нужен свой краш-тест, нужна своя система, которая будет регулировать всю эту историю. Потому что, ну это же как эта история происходит? У тебя есть машина, у которой 5 звезд по Евронгап, ну там, по краш-тесту. Ты пошла ее купила. Рядом стоит такая же машина, ты хотел ее, но у нее 3 звезды, но ты же не купишь ее. Соответственно, автопроизводителям очень выгодно делать машины безопасными, как бы это ни звучало ужасно. А государству выгодно, чтобы в безопасных машинах граждане доезжали до дома, потому что ты платишь налоги, ну и так далее, и тому подобное. Как бы это, если бы сейчас просто вот уберем весь человеческий фактор, всю няшность, котяшность и так далее, то с точки зрения просто единицы человека, как экономической единицы, то для государства выгоднее, чтобы вот эти 15 человек, 15 тысяч человек, они оказались дома. Ну, естественно, конечно. И отсюда я тебе хочу привести еще одну картинку, очередные цифры, которые вот вы подсмотрела в этом аналитическом отчете, а там графики, знаешь, что-то вот все, ТПТ, у меня волосы дыбом стали. Я нашла портреты аварии. Картина общая, те самые обстоятельства, которые случаются чаще всего. И получается, что вот согласно статистике, в России меньше всего ДТП регистрируется зимой и весной. Рост аварийности начинается в мае. Самые тяжелые в этом смысле месяцы с июля по октябрь, пик, естественно, на август, потому что там непонятно, что с нами происходит. Мы все поехали в отпуск и расслабились, или что, я думала об этом тоже. Дальше. Наиболее аварийное опасное время суток с 17 до 20 часов. Как раз все уставшие с работы происходит более четверти аварий в это время, 27% всех ДТП. Самыми опасными регионами по уровню социального риска считаются Калмыкия и Тува, а прикинь, шанс попасть и погибнуть в аварии выше всего 30 человек на 100 тысяч населения. Вот еще один момент любопытный, что почти полностью с портретом водителя-виновника, мы сейчас про водителя-виновника рассказывали, совпадает и портрет погибшего. Он практически такой же. Это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, а нам нельзя мужчин терять. У нас мужчин и так немного. Я к тому, что женщин-то больше. Вот такая вот страшная статистика. И мужчин на дорогах гибнет в три раза больше, чем женщин. При том, что в общей численности, как я уже сказала, что у нас женщин в 1,2 раза больше. Дальше. Знаешь еще, какой самый основной момент? Мы бухаем, Арсений. Вот. Я об этом хотел тоже поговорить. Во-первых, нужно понимать, друзья, что мы никого не призываем, ничего, никуда, ни зачем, почему. Естественно, нужно понимать, что мы обязаны это сказать, потому что, ну, хочешь как-то что-то, если ты совершеннолетний товарищ, что-то выпить, да, что-то такое горячительное, машинку дома оставь, либо воспользуйся услугой. Конечно. Тезовый водитель. И за это взялись плотно в последнее время. Ура, потому что, прости, буду перебивать тебя, мы-то с Арсением сейчас обсуждаем тему, насколько наши дороги стали безопаснее. Но они будут еще безопаснее, мы в этом можем помочь, да, всем там, ребятам, которые отвечают за благоустройство наших дорог, во всех смыслах этого предложения, но мы можем помочь тем, что мы перестанем вот этим заниматься всем. Ну и штрафы же у нас какие? Прекратите, да. Да, теперь конские. Если раньше что там... И хорошо. Ты помнишь историю, да, вот сейчас же, вот представь, насколько сейчас дико это звучит, вот в 24-м году, когда раньше за... Если тебя ловили, и ты, не дай боже, не трезвый, 5 тысяч, 50 долларов, и едь дальше. А за второй раз 10 тысяч было. А сейчас у нас какие штрафы? А за повторку? А не дай боже, там это будет какое-то отягчающее. Это что, там вообще можно уехать задорого, надолго и без машины остаться. И я считаю, это верно. Особенно вот... Просто... Есть, конечно, некоторые истории, когда есть особенность организма у людей, да, вот есть этот маленький незарегулированный процент, да, когда человек купил кефир и показало, что там какая-то есть промилля, да, или человек купил энергетик и показал какая-то промилля, или человек, который там выпил вечером, допустим, потом с утра проснулся, не покушал, выпил кефир и показал какую-то промиллю. Ну, мы же все об этом в курсе. Ну, не пей вечером. Или утром не садись за руль. Или поешь нормально. Ну, а если кефир, как бы вот тут есть какой-то момент. Ну, я там помню, что если мобильный детектор может показать, да, то в медицинское исследование, когда направляют, да, ты сразу едешь с инспекторами ГИБДД, ничего такого. Единственный момент, вот, что меня раздражает, это некоторые инспектора, которые прям, ну, тебя пытаются напонзать. Ну, у меня сейчас очень странная ситуация. Я с бородой на черном седане и меня почти не тормозят. Я тебе серьезно говорю, слушай, я вот без бороды ездил на... Ну, как бы помоложе чуть-чуть был. Меня тормозили чуть ли не каждый день. Я сейчас в очках ходил. Ну, понимаешь, да, как это выглядит? Меня остановили за два года три раза не на КПП. Ну, КПП, понятно, там просто проверки всякие бывают. Просто по городу, по движению, по ходу движения три раза тормознули последний раз месяц назад. Я аж занервничал, потому что я отвык. Ну, а я еще уставший с кофе, нервничаю, мы опаздываем на работу. У меня еще водительское удостоверение в сумке в багажнике. Я же тут выхожу, открываю багажник, там куча оборудования. Он начинает докапываться. Типа, а что ты такой нервный? Аля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот это вот, а поехали на тесты. Такой, ну, поехали. Он такой, в смысле? Я говорю, я опаздываю на работу. Если ты хочешь посмотреть, что со мной что-то не так и проверить, я знаю, где ты находится. Это вот поседина проехать до Советской. Поехали. Только сейчас мы опаздываем. Он такой, ладно, пока. Ну, то есть и все. Как только ты понимаешь, что все хорошо, окей. Ну, вот этот момент вот есть. У меня тоже была история. Меня там минут 20 докапывал один. Я, знаешь, вот эти освежители для полости рта. Есть такие вот, да. И у некоторых просто специфичный запах. Я вот покурил. Давно, лет 5 назад было дело. Покурил. Каюсь, честно, за рулем. Сейчас тоже так не делаю. Пшикнул просто освежителем. Он проходит 2 минуты, меня останавливает. Тебя пахнет алкоголем. Поехали. Я такой говорю, ну вот, смотри, вот, вот, вот он. Вот, вот прям при тебе. Смотри, а? Вот, пожалуйста. Поехали. Я такой, поехали. Он такой, ты точно уверен? И вот, знаешь, вот это. А ты точно уверен? А ты вот уверен? Ну, признайся, проще будет. Да поехали. Ну, что мы стоим? Это самый лучший сценарий. Вот поехали, что мы стоим, это самый лучший сценарий. Если вы знаете, что попа чиста, как бы и совесть тоже. Даже, ну, что там разговаривать? Едем и все. Да, едем. В большинстве случаев они скажут, не едем. И идти дальше по своим делам. Да. Такая история. Ну, и на самом деле, есть еще один момент, связанный с платниками, который тоже, ну, с одной стороны, платники, это хорошо, но вот с другой стороны, есть, конечно, вопросики у меня к тому, как это реализовано. Ну, вот смотри, история. Год назад я выезжаю. Миллион вопросов, Арсений. Миллион. Еще пока, видимо, система не до конца работает. Где-то хорошо, прям классно. Да, да. Но вот я напоролся в Ростовской области уже год назад. Мы поехали просто в Ростов. Едем. У меня сдыхает сцепление в пробке. Я ставлю, ну, просто стою на обочине возле отбойника с правой стороны, потому что там сухая стоячая пробка, там какая-то авария впереди, там фуручат, перевернулась. У меня сцепление сдохло. Ну, не вперед, не взад. У меня машина. Недвижимость. Я не мог на трассе найти номер службы, которая помогает вот этого там, типа, либо эвакуатор, что приехали, либо там еще что-то привезли. Его нет физически. Ну, я захожу, я гуглю, и он такой, типа, там, М4, такой-то участок, ля-ля-ля, номер там вот этот, который аварийных комиссаров или как они там называются. Где вот... Сейчас уже стоят таблички с номерами, сейчас уже там кнопки везде эти стоят. Ты просто подходишь, ты ткнул кнопочку, тебе там приехали, там, что-то куда, там, трос эвакуатор, там, помогли вызвать, все. Я в итоге вызывал из Кущевки эвакуатора, который за мной полтора часа ехал, разворачивался по всей этой пробке, вез в Краснодар за 15 тысяч рублей. Черт возьми, блин, поехал. Сцепление. Погуляли мы, называется. Вот. Вот тогда я, конечно, обалдел. Ну, какого черта? А я как бы не один, а мы еще как бы, ну, в туалет хочется, как бы покушать хочется. Да, ну, понятное дело. Конечно, я так вляпалась, я везла в Тимаху из Новороссийска друзей своих. Это уже, то есть я забрала, отвезла в Новоросс, и обратно мы едем. Это уже глубокая ночь, естественно. И я пробиваю колесо на трассе. Прикинь, два часа ночи. Степь да степь, кругом. Поле. Вот я, вот хурма, вот мои друзья, и мы такие, классно. Кому, куда бежать? Кому звонить? Ну, начали там, слава богу, что связь есть, все хорошо, все работает, там что-то погуглили, нашли кого-то, тоже потеряли кучу времени, нервов, но там довезли нас, эвакуировали, довезли колесо там нам в четыре часа ночи, или утро, это уже прекрасный мужчина проснулся, сделал, и я поехала обратно в Краснодар. А запаски нет у тебя, да? Нет, почему-то не знаю, где она. Вози, вози, потому что она у нас очень много раз выручала, просто целая запасная, не докатка, вот, ну, если у вас в машине только помещается докатка, окей, хорошо, но если есть нормальное место в машине по человеческую запаску, всегда обязательно должна быть накачанная, проверенная, сделанная, если что-то вдруг с ней не так, потому что у нас вот эти вот истории с Luigi Pitstop, да, когда ты просто едешь на работу куда-нибудь там в далекие дали, столько раз, у нас даже была история, у нас лопалось колесо, просто вот мы в Северской, там есть такой затяжной поворот, мы просто едем, 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 он просто задняя ось, из-за того, что там куча нагрузили всякого, плюс резина, там, видимо, что-то прокол какой-то был медленный, он просто поворачивал, оно лопнуло, и все. На обочину тут же пять минут выкинули все барахло из багажника, поддомкратили машину, ту-ту-ту-ту-ту-ту поставили, поменяли, закинули обратно, поехали у нас. Мы еще ездили не с теми ребятами, ну, с основным нашим костяком коллектива, а вот так вот, знаешь, сборную солянку, быстренько собрались, там, ради одного мероприятия у нас, ну, вот мы с гитаристом, собственно, едем, у нас сзади сидят, чуваки, типа, такие, а что сейчас было? Такие, что? Такие, ну, там одна вокалистка такая, ну, я уже тут переживать хотел, а всем звонить. В смысле, вы за пять минут все сделали? Мы такие, ну, что там делать? Работать надо, ехать, мы опаздываем. Ну, вот это, знаешь, классическая история. Короче, работать надо, ехать, мы опаздываем. Не торопись, когда опаздываешь. Лучше ты приедешь поздно, но ты приедешь позже. В чем-то нет. Не, ну, это суета, правда. Она вообще ничем не оправдана. Как же там, да, говорится, кто опознал жизнь, тот не спешит. Понимаешь, да? В общем, на самом деле, наши дороги, правда, статистически, фактически, по всем параметрам, становятся безопаснее. Где-то больше, где-то меньше, конечно же, да, но они все равно становятся безопаснее. Это факт. Мы сегодня подняли с Арсением, на мой взгляд, очень глобальную тему. Которую обсуждать и обсуждать, да. И не переговорить, да, за 30-40 минут, естественно. И тут бы нас побольше, целая аудитория. Мы бы поспорили, мы бы чего-то еще порассказывали друг другу, потому что каждый вляпывался в свои какие-то дорожные приключения, безусловно. Но я здесь с Ростовом абсолютно согласна, что дело как-то, оно все-таки в лучшую сторону сдвигается, вся эта история. Да, пусть цифры до сих пор страшные, но они уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И если вот мы все вместе и всем миром, да, кто-то технически будет нам помогать, а кто-то включать мозг, прежде чем сесть за руль, вот как-то объединимся, то будет еще лучше. Не то, что с каждым годом, а с каждым месяцем. Последний момент, который я забыл упомянуть, это тоже тема чуть ли не на отдельный разгон. Но у нас тут уже, мы уже обсуждали автошколу, у нас уже был эпизод как-то с прекрасной, с прекрасной, великолепной леди, которая нам помогала в этом разбираться. Обучение в автошколе на безопасность дорог тоже влияет. Чем качественнее и лучше будет подготовка у начинающего водителя, тем безопаснее он сам же будет ощущать себя же на дороге, а не истерии. Ой, а что это за треугольничек такой беленький с красненькими ободочками? А, понятно. Ой, а что у нас главное? Ну, чтобы такого не было, понимаешь, да? Ребят, учитесь, развивайтесь. И там, ну, я не знаю, какой можно минимум поставить? Раз в пять лет, раз в три года освежайте свои знания теоретические, берите инструктора, оплачивайте ему работу, пусть он вас погоняет там туда-сюда, как вы там, что навыки ваши сохранились после автошколы, нет, что-то уже упущено, забыто, потеряно. Если это все сложный процесс, да? Я имею в виду дорогу, мы на ней, в ней, под ней, за ней, в автомобилях наших, неважно, вы пассажир или водитель, но это все серьезные мероприятия, и относиться к нему тоже нужно серьезно. Даже если вы считаете, что вы капец какой квалифицированный водитель, вот у меня недавно была такая история, я там кое-куда съездил, и как понял, и как осознал, но об этом я как-нибудь, да, попозже расскажем обязательно. Хорошо. А раз уж мы в прошлом выпуске спойлеры на финал уже оставили, то вот уже тогда окей. Значит, знаешь, это в следующем выпуске, да? Да, 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 трейлер сейчас пошел. Ростов понимает, что не умеет водить. Ну, это я так прилетела. Я же 9 месяцев не рулила. Ну, там что-то не счетово. Ну, так, стабильно, каждый день, на большие расстояния, я не рулила 9 месяцев. Я вот на днях села в хурму, уже когда прилетела. Такая, ну, привет, родная. Как ты тут без меня? Хурма мне такая, наверное, средний палец показала. Типа, где вообще-то носила тебя? Вот. Но я... Сказать, что у меня была мокрая спина, это ничего не сказать. Но я сказала, Господь, благодарю тебя за то, что ты изобрел мышечную память. Мы сели и поехали. Все хорошо. Я немножко выдохнула, конечно. Но было очень страшно. Очень страшно. Но я первый раз гоночный по двору, потихонечку, 20 км в час, я сделала. Думаю, так, мало ли, может, у меня уже там потеряны какие-то и реакции, и мои какие-то возможности. Но все нормально. Фух. Это же хорошо. Главное, что всегда мы говорим в конце, хотите кататься безопасно, да? Безопасно. Нравится кататься. Любим кататься. Любим и катаемся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok